Виноградные кисти Оставляются, к примеру, две лозы. Одну пускают строго вверх. Это лоза, на которой на следующий год она выпустит. Вот как вот вверху, видите, идет параллельно коричневая лоза прошлогодняя. От нее вверх пошли молодые лозы, короткие, тонкие, и на них очень много плодов. Дело в том, что наш папа, он вообще-то физик по образованию, кандидат в физику и математическую науку. Поэтому у него такой научный подход ко всем вопросам и даже вот к, скажем, крестьянебодству. После того, что выращивает тот же самый виноград, он как бы добавит научному сотруднику, почитал книги. Из чего состоит счастье? Ну, наверное, здесь много составляющих. И работа, которая дает удовлетворение, и друзья, и занятия, и жизненный комфорт. Наверное, все вместе. Как мне стыдно это сказать, но я считаю, что мне в жизни очень везет. Мне повезло с моими родителями, которые меня очень любили. Мне очень повезло с моим мужем, свекром, свекровью, которые нас очень любили, помогали воспитывать детей. Я считаю, что мне повезло с моими детьми. Никогда нет грязи, в дождик ноги не пачкаются, при поливе тоже. Когда теплая погода, приятно ходить босиком. Супер! Такой огород придумали не мы. Впервые я прочитал о нем в книжке Курдюмова. Книжка называется что-то такое вроде «Сад для ленивых, для лентяев» или что-то такое в этом вроде. Значит, он предлагал, чтобы не обрабатывать огромные площади земли, сделать только грядки, которые легко обрабатывать. Остальное засадить травой. И действительно, грядки для лентяев. Такая грядка обрабатывается секунд 10-20. Да, я ленивый. Мне очень не нравится работать в огороде. Сюда приезжаем отдыхать после тяжелой работы. Кусты получаются хорошие, большие. Они занимают много пространства. В зависимости от сорта, они могут вырасти на такую высоту, на высоту человеческого роста. В общем-то, это будет помидорное дерево. И много сажать не надо. Вот укроп уже почти созрел. Он готов для употребления в качестве закусочки. Постараемся приехать на дачу как можно раньше. То есть, как только становится тепло, и мы уже в состоянии перенести ночные холода. Потому что мы здесь очень хорошо живем. Мне нравится, мы здесь очень хорошо отдыхаем. Дачу построили Саши на родителей. То есть, мы можем здесь очень комфортно жить сами. И, что немаловажно, можем принимать гостей. Гости к нам всегда любят приезжать. То, что у нас здесь есть условия для того, чтобы гостей принять. Я считаю, что у нас дружная семья. У каждого появляются свои интересы. И как-то вот так вот немножечко расходятся эти интересы. И назад собрать семью, это тоже очень сложно. И вот благодаря церкви мы опять стали все вместе. Это было очень приятно и хорошо. И я сейчас очень рада. Мы вместе когда-то пришли в приход. Вот так получилось, что мы уже в достаточно сознательном возрасте пришли в приход. Сначала пришел мой муж и сын. Они пришли из церкви и сказали, что им очень понравилось. Они были в католическом храме, им очень понравилось. Потом стала ходить Катя, а потом я. Это так сплотило нашу семью, и мы стали так дружно как-то жить. Петя сейчас учится в семинарии, и мы очень рады этому. Мы очень гордимся этим. Мы очень надеемся, что Петя станет священником. Пусть приблизится рукополагаемый в пресс-фитеры диакон Денис Ткачев из города Маркса. А как мы восприняли, конечно, была определенная неожиданность. Он учился в университете, хотя он очень любил ходить в церковь. Мы, конечно, с Сашей очень волновались. Мы не знали, как вот. Он уехал в Новосибирск. Очень долго даже не было писем, потому что тогда у нас не было электронной почты, и телефона у нас не было. И мы говорим, а где наш мальчик? Где наш мальчик? Звонили сестры в Новосибирск, сказали, мальчик из Саратова приехал, доехал. Потом он приехал сюда на рукоположение отца Маркуса. И он был такой довольный, такой веселый. Мы с Сашей уже больше не понимали. Он успокоился. Он такой счастливый. Мне кажется, что это очень важно, что мы пришли в церковь. Хотя для нас это было неожиданностью. Очень многие наши друзья не понимали, почему мы ходим в церковь. Я считаю, что это очень много дало нашей семье. Я глубоко убеждена в том, что вот то, что мы стали прихожанами, стали ходить в церковь, это очень объединило нашу семью. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ